не смотря на все современные технологии в нашем мире все еще легко потеряться пропасть и бесследно и если это произошло крайне редко человека удается найти причин по которым люди пропадают и бесследно тысячи в этом ролике вы увидите видеозаписи людей которых долгое время разыскивали грубо говоря всем миром и их нашли ставь лайк этому видео если не хочешь потеряться бесследно вы на канале зомби чеза и мы начинаем а также не забудь подписаться на мой телеграм-канал где ты найдешь все шокирующие и запрещенные видео ютубом которые не входят в выпуски канала зомби чеза когда 73-летний роберт макдонов пропал без вести из своего дома в штате мэн в мае 2013 года поиски начались практически сразу мужчина страдающий болезнью альцгеймера не смог найти дорогу домой близлежащем лесу возле его дома самое удивительное что он забрел так далеко от своего дома что даже служебные собаки и вертолет с тепловизором его не смогли отыскать два дня спустя после его пропажи прямой эфир новостей как раз про эту ситуацию и призыв людей помочь предоставлении информации незадолго до выхода в прямой эфир за спиной у ведущего тяжело шагая держа руки в карманах подошел к съемочной группе мужчина невероятно но этим человеком оказался всеми разыскиваемый роберт он начал разговаривать с журналистами и подтвердил свою личность конфликт следует « Experнализацию пришел, помочь и операция оценивке» На видео он говорит офицерам полиции, что он не ранен и чувствует себя хорошо. Считается, что он забрел в лес и там заблудился, прежде чем ему удалось оттуда выбраться через два дня. Роберт не помнит, почему он ушел из дома, как он эти два дня питался, пил воду и где спал. Через шесть часов, после того, как двухлетняя девочка по имени Ками Викс пропала без вести из отеля, находящегося возле густого леса, мать ребенка подняла тревогу. На улице 40 градусов жары, полиция прочесывает лес в бразильской саванне. Двигаясь по предположительным следам маленькой девочки, полиция проходит лесной массив, покрытый густой зеленью и разобрать на видео что-либо сложно. Полиция прочесывает лес уже более 8 часов и надежда найти ребенка практически потеряна, но ночь еще не наступила, так что спасатели продолжают поиски, маршируя в ряд. Полиция довольно долго продолжает окликивать ребенка, обнаруживая на своем пути тысячи змей и пауков. Наконец-то они услышали четкий и громкий крик ребенка. К одному из деревьев прислонилась обезвоженный двухлетний ребенок, усталый и голодный, но все еще здоровый и невредимый. Как оказалось, она пропала без вести вечером прошлого дня, но об ее исчезновении сообщили только утром. Что именно произошло до ее исчезновения, информации нет. Эта драматическая видеозапись спасения была записана в последние часы поисковой операции с участием 50 человек в английской деревне Бронкастер. Питер Пок, 75-летний мужик, каким-то образом отделился от своей группы во время прогулки по пляжу в 5 часов вечера. В конце концов, он случайно забрел в густое болото ночью и заблудился. Эта картина похожа на то, что он прячется от спасательной команды, но бедный, измученный человек фактически попал в ловушку из острых тростников, которые прилипли к его одежде и коже. Он провалился под землю, так и оставшийся в неудобном положении на всю ночь до следующего дня. Похоже на то, что он хватается за камыши, чтобы не тонуть глубже. Прошло 22 часа, прежде чем его наконец доставят по воздуху в безопасное место. Если бы не этот дрон, на который записано это видео, спасатели с легкостью могли бы пройти мимо него. Стиву Ронину, автору данного видео, не хватает в жизни экстрима. И он решил погрузиться под землю в глубокую пещеру со своей исследовательской командой. Когда они погрузились на приличную глубину и прошли вперед на несколько десятков метров, они обнаружили ужасающую картину. Маленькая девочка напугана, плачет, одна в темноте, глубоко под землей. Ребята подошли к ней и пытались узнать, как она здесь оказалась, но девочка не разговаривает на английском языке. Я не знаю, что ты говоришь? Нет английского. Нет? О, окей, окей. Возьми. 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 Эй, Джош! Они просят, чтобы ребенок пошел с ними, но девочка боится. Она, скорее всего, пропала без вести и решила укрыться от холода в пещере. Это единственное логичное объяснение, которое выдвигают исследователи. Нашли ли ее родителей и дальнейшая судьба девочки неизвестно, так как информация либо засекречена, либо ее вообще нет. 82-летний Хован Тенг и его 42-летний сын Хован Лан были случайно обнаружены жителями близлежащей деревни. Они и рассказали о своей находке местным властям, которые снарядили спецотряд для поисков необычных обитателей джунглей. После пяти часов поисковая команда обнаружила небольшую хижину. На отце и сыне были лишь набедренные повязки, сделанные из коры дерева. Несмотря на длительную изоляцию от общества, оба могли изъяснять на одном из вьетнамских диалектов. Установлено, что когда-то Хован Тенг жил нормальной жизнью со своей семьей в одной из деревни. В 1973 году, еще до окончания войны во Вьетнаме, он пропал без вести. Тогда их дом был уничтожен в результате авиационного удара, а вся его семья погибла. В живых остался лишь двухлетний сын, которого отец взял с собой, и они решили укрыться в джунглях. На протяжении 40 лет мужчина питался фруктами и зеленью. Местные власти после необходимых медицинских мероприятий намерены вернуть семью к цивилизованной жизни. 18-летний Алди Новил Адиланг работает рыбаком уже два года. В 2018 году он вышел в открытое море на 6 месяцев. Все шло как обычно, но 14 июля начался шторм, который сорвал судно с якоря и унес в открытое море. На судне не было ни двигателя, ни весел. Нашли Алди только через 49 дней его незапланированного плавания. Еды и воды было очень мало. Через несколько дней после шторма как раз должна была подойти очередная лодка, чтобы пополнить запасы. Алди экономил еду, но все-таки она быстро закончилась. Тогда он снова принялся за ловлю и питался пойманной рыбой. Пресная вода тоже закончилась быстро. В итоге ему пришлось пить морскую воду, предварительно пропустив ее через свою одежду. Так удавалось хоть немного снизить концентрацию соли. Когда на плоту закончилось топливо, Алди начал отрывать кусочки от хижины и жечь их. За эти 49 ужасных дней мимо подростка, дрейфовавшего на плоту, проплыло более 10 крупных кораблей, которые его не заметили. Несколько раз Алди хотел покончить жизнь самоубийством, но все-таки находил в себе силы и ждал дальше. Он много молился и говорил, что именно молитва помогла ему продержаться так долго. И вот на 49 день случилось чудо. 31 августа его спас сухогруз, который направлялся в Японию. Юношу выловили в водах Гуама. Это примерно в 2000 километрах от Индонезии. В Андах нашелся турист, пропавший без вести 4 месяца назад. 58-летний уругвайца Рауль Гомес пропал 4 месяца назад во время метели на горном перевале, после того, как его мотоцикл сломался. На него наткнулись аргентинские геологи, совершавшие экспедицию в труднодоступные места в горах на высоте почти 2800 метров над уровнем моря. Геологи заметили убежище незадачливого путешественника, когда замерялись с вертолета уровень снежного покрова в этом районе. Туристу посчастливилось найти давно заброшенный лесной домик, некогда построенный в горах партизанами. Гомесу приходилось выживать в сложных горных условиях, питаться найденными в его прибежище останками пищи и ловить крыс, чтобы не умереть с голоду. Услышав звуки приближающегося вертолета, ослабевший от голода и жажды, Гомес сумел открыть дверь своего убежища и привлечь внимание геологов. Истощенного путника доставили в больницу. Ханна Андерсон, 16-летняя девушка, была похищена Джеймсом Диманджио, 40-летним другом ее семьи. Он похищает девушку и прячется с ней в лесистой местности, где-то в Калифорнии. Девушка пропала без вести. Спустя пять дней поисков появилась информация от всадников на лошадях. Всадники проходили вдоль леса и заметили этих двух. Подозревая что-то, они позвонили в полицию, сообщить о странной паре, которая прячется в лесу. Всадники привели полицию обратно в лагерь, где в последний раз видели Ханну. В воздух подняли вертолет ФБР и теперь каждый шаг Ханны и ее похитителя отслеживается. Именно в этот момент Ханна замечает вертолет и подает сигнал о помощи. Она продолжает махать рукой, прося помощи, пока похититель повернулся спиной, приближаясь к костру. Ханна смело и незаметно подала сигнал ФБР. ФБР, зная где находится их цель, быстро отправляет в пеший отряд. Ханна теперь в безопасности. Судовой повар из Нигерии чудом избежал гибели после кораблекрюшения, сумев 72 часа продержаться на дне океана на глубине 30 метров, после того, как судно, на котором он работал, затонуло у берегов этой африканской страны. Кок выжил чудесным образом, оказавшись в одной из полузатопленных кают, и в итоге дождался спасателей, в то время, как все остальные члены экипажа ушли на дно. В какой-то момент вода перестала прибывать, и в каюте остался поднявшийся вверх пузырь воздуха. Температура при этом неуклонно падала, и мужчина был одет в одни шорты. Тогда он начал молиться и провел в молитвах все три дня, рассказывают потерпевший, после того, как его спасли. Именно божественным вмешательством Нигерийца объясняет свое чудесное спасение. Водолазы, искавшие на дне океана погибших, были поражены, обнаружив на судне живого человека. Эта история произошла в 2013 году. Видеозапись вызвала огромный интерес у пользователей интернета, набрав огромное количество просмотров. В Таиланде в 2018 году в пещерном комплексе пропала подростковая футбольная команда из 12 игроков и их тренера. В поисках пропавших приняли участие около 1000 человек, в том числе полиция, спецназ ВМС, дайверы-волонтеры из США, Британии и Китая. Детей и их тренера нашли живыми через 9 дней. В этой пещере легко потеряться, поэтому посетителей комплекса просят не продвигаться вглубь дальше 800 метров. Когда футболисты вошли в пещеру, было сухо, но внезапно начался проливной дождь и группа не смогла выбраться наружу. Поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость. Детей нашли в 4 километрах от входа. Пропавших подростков обнаружили британские дайверы. Если вам нравится тема пропавших без вести людей, то обязательно переходите на мой второй канал Просто Чез и смотрите крайнее видео о том, как я обнаружил видеокамеру недавно пропавшего без вести человека. Ссылка на это видео вы найдете в описании. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и делитесь им со своими друзьями. С вами был Зомби Чезе, увидимся в новом видео, пока.